Обеспеченность бесплатными учебниками приближается к 100%, но родителям покупать школьные книги все же придется. Почему сложилась такая не совсем понятная ситуация, объяснили сегодня чиновники от образования. Бежать ли мамам и папам учеников в книжные магазины, как формируются библиотечные фонды в школах и какой ноу-хау придумали карагандинские педагоги, чтобы снизить дефицит учебников. В сюжете Людмила Бачкиной. Руслан Сулейминов, как никто другой, знает, насколько вопрос учебников болезненный. Около 18 лет он преподавал информатику в школе и университете, а последние два года работает в областном департаменте образования. Его руководитель Асхат Айтмагомбетов подал идею собрать в общую базу данных все учебники из школьных библиотек. Всего по городу Бахаше 142 учебника не хватает. На самом-то деле мы можем 20 учебников, 27 учебников найти в другой школе и 3 школы обеспечить этим учебникам полностью. Педагоги поломали голову и придумали в программе Белемал добавить раздел, куда школьные библиотекари внесут количество имеющихся учебников по каждому предмету для каждого класса. Оказалось, что если в одних школах учебников не хватает, в других есть избыток и можно книги перераспределить. Разработчики Белемал согласились бесплатно доработать программу, а теперь в Карагандинскую область едут учителя со всех регионов перенимать опыт. Ноу-хау действительно мы не слышали, чтобы где-то еще такой механизм использовался, ведь собственно само решение оно не ново, то есть как я уже говорил, библиотекари они между собой общаются, обмениваются, но процесс этот он как бы неорганизован и достаточно рутинная эта работа, тяжело ее организовать. А наша система как раз таки автоматически все это позволяет сделать процесс более эффективным. В этом году министерство решило полностью обеспечить новыми учебниками 4, 5, 6 и 11 классы, плюс переиздать учебник английского для 3 класса и информатику для 7. Однако бюджеты были распределены еще в конце прошлого года, поэтому запоздалый приказ Минобразования привел к тому, что денег не хватило. Сейчас местные власти лихорадочно ищут, где взять дополнительные средства на учебники. В Караганинской области, к примеру, выделено 583 миллиона, но дефицит составляет еще 22 миллиона тенге, причем практически весь он выпал на Караганду. Половину денег нашли, остальное местные власти обещают изыскать в августе. Те книги, которые мы в этом году купим через бюджет, мы обязаны будем до 15 августа распределить и отдать всем детям на руки. Остальные классы, которые в этом году не обеспечиваются за счет бюджета, то есть новыми учебниками переизданными, ситуация остается такой же. С небольшими изменениями в связи с тем, что мы перекидываем книги из районов и других городов в город Караганду. Как пояснили в департаменте, на выделенные в этом году деньги для 4, 5, 6 и 11 классов решено полностью закупить пособия по основным предметам. Часть книг все же придется купить родителям. Те книги, что есть в библиотеках, школы должны раздать ученикам с 10 по 15 августа. Каких именно учебников не хватит, педагоги рекомендуют узнать в своей школе. Кроме того, по всей стране Минобразование объявило акцию. Общественность, меценаты, бизнес, все мы как общество должны подключиться к тому, чтобы наш учебник не просто где-то валялся и пылился, чтобы он работал, чтобы он приносил пользу нашим ученикам, родителям, нашему обществу. Поэтому мы все должны к этому подключиться. Если дома есть учебники, я призываю вас их отнести в свою школу или своим родникам, или друзьям, или даже во дворе детишкам их передать. Ситуация с учебниками в этом году на особом контроле Министерства образования. И по словам представителей Министерства, ученикам 4, 5, 6 и 11 классов беспокоиться не о чем проблема решена. Правда, карагандинские учителя не столь радужны в прогнозах и советуют родителям даже этих четырех классов не расслабляться, пока книг на всех не хватает.